привет всем друзья вот к любой вот первая версия есть один разобранный белья для тара тройлер лесу я не зря виде назвал честно говоря уже не кипело во-первых дорого все вторых уже которую неделю никак не могу запустить говорится если хотите себе проблем подороже покупайте нам бот рассказываю аккумулятор все все банки все я проверил все идеально работает при же не на выходе есть вам покажу словно тестер 2 2 вольт это без верхнего места который здесь должно стоять мягче вверх чтобы обе не рабочие самая распространенная ошибка портится значит бмс 21 20 выходит из строя вот эту верхнюю плату чтобы до него добраться мы соответственно все разобрали батарея тоже разобраны пластиковый корпус снят кто тут даже допустим чтобы добраться до каких-то секций не надо здесь сварок здесь сварку тут сварка отобрать здесь чтобы все приподнять там тут открутить разобрать вытащить там эти самые железки оторвать в общем целая история взял с этим аккумулятором причем из человек проехал на нем если увидеть ну не больше трехсот но поведу так практически новая проблема куда там ошибкой не видит чтобы найти вот эти запчасти они это и дорогие плата они продаются в сборе эти либо все три либо вот две вот это и вот эта верхняя на алиэкспрессе можно купить за сумасшедшие деньги ну по сравнению с тем же самым куга который бы мы тоже выходит из строя на кустой 500 рублей она причем их и полную здесь можно купить в россии то вот эти вот бушные вроски купить то есть вам повезет за дорого найти у меня была одна рабочая но на моих глазах прямо умерла вот просто от того что я сюда знаю спасибо оп ты заснулся она сдохла а это говорит о чем они надежности компоненты которые сейчас стоят она экспрессу на 100 рублей и чтоб покупать затем перепаять перепаять и отремонтировать нужен фен нужен микроскол ну минимум лупа и навыки работают такой мелкой краски мы все ножки в праздники поедем либо покупать новую одну треть от стоимости батареи тут причем знаете в чем прикол то прикол в том что батареи то с батареей все в порядке портится вот эти самые вместо верхней платы я разговаривал с человеком сервисы работают самые распространенные приходит человек мне не едет начинаем разбирать аккумулятор либо покупай новый аккумулятор целиком хотя он хороший этот банк либо вот сборе значит комплект бмс как минимум тысячи две наверное плюс работа забрать этот человек сразу попадает моментально на некоторую сумму неприлично при всем при том что за этот электросамокат он отвалил тоже немаленькую сумму якобы продвинутый супер надежный к куче всякой защиты электроники электроника извините меня полная г просто вот пылинка там какая-то чуть-чуть конденсат попал сюда все она тут же выходит моментально есть вот значит такая хитрая кнопка она с контроллером мск если она вдруг зависла значит можно сюда ее нажать она перезагрузится здесь из меня батареи то она внутри чтобы добраться надо разобрать весь самокат потом снять тут еще пластиковая такая крышечка и и снять и только потом ты вот эту кнопочку доберешься чтобы перезагрузить я как только это увидел у меня сразу первое желание было вообще выбросить выбросить поставить очень попроще за за пару тысяч там купить готовый контроллер это батарея вообще переделать бмс попроще поставить за 300 рублей будет не хуже работу потом тут в этой версии видите три только провода без датчиков холла она работа будет только от такого контроллера который без датчиков работы такой же будет посложнее найти из чтобы он еще и с реверсом с тормозом с электронным и ну как бы размер войти в трубу тоже проблематично в общем я пока от этой идеи все выбросить изнутри отказался дома пока стою значит на своем думаю все таки отремонтирую эту или эту плату ладно бы если бы аккумулятора там что-то с ним стучалось так он хороший выходит из строя сама защита этого аккумулятора причем настолько ненадежная буквально пачка показывал металл мешок вот этих вот ну и здесь тоже там что я купил уже уже не работает поэтому значит если хотите все проблемы покупайте на инбок любую версию там батареи все вот такие одинаковые причем батарея тут на 5 ампер часов и больше я никак не заслужу по две банки параллель при этом требования самим аккумулятором довольно высокие большой нагрузочный ток минимум 5 ампер на банку соответственно она работает в таком нагруженном режиме и больше что никак никак если в кубу можно там и до семи с половиной даже до девяти можно за словом апер часов здесь 5 и все либо ставить внешний аккумулятор внешний этот то же самое постоянно там от тряски от вибрации разбалтываться там такая же причина значит вымески выходят из строя причем я пробовал я подключаю значит батарею без верхней платы контроллера да он загорается ключ все включается табло там все видно но выдает ошибку ошибка нету связи с с этой сверхней платы с этой контролем просто не видит получается я как бы работаю до контроля я работаю у меня как бы все в порядке но я не вижу аккумулятора либо подключаешь выдает там другой ошибки в батареи неисправлю хотя питание есть сам не питание там пропадает если подключаешь который питание соответственно падает там до 20 вольт чтобы хватило лишь бы на то чтобы сгорел в общем-то так ну давайте ладно покажу ну вот смотрите видите аккумулятор я запустил на нем есть напряжение верхние вообще не подключены включается пишет 21 ошибка говорит что это аккумулятор у него разряженный якобы хотя там есть полное напряжение здесь на этом самом соответственно включаешь просто он не видит этого нет связи от контроля который напряжение который ячейк но где-то становится они неправильно неровные он короче отключает вообще по поводу значит еще зарядки вам хотел тоже рассказать вот здесь зарядное гнездо значит как сделан здесь идет питание через плату контроллера просто как мимо идет и приходит на верхнюю плату бмс здесь она уходит сюда вниз на эти самые через эти контакты и значит заряжает аккумулятор я попробовала когда мне рабочая была попробовала что лежать больше 40 вольт он не заряжает вот эти не знаю почему хотя должен до 42 вольт заряжать причем он подвод как 40 40 подходит он то включится отключится включится отключится опять через этот бмс здесь как бы реализовано получается что когда тормозишь напряжение обратно по этим самым промадам который с колеса идет обратно в аккумулятор ну как под зарядка соответственно почему не сделать сразу зарядку напрямую опять сделал вот на том же самом клубе прямой на на этом аккумулятор идет почему так не сделать и тогда буду заряжать до ровно до 42 вольт в общем я тут там оторвался перепаял напрямую теперь напрямую она идеально заряжает до до полного заряда до 40 до 42 вольт то есть там от плата оторвал и вот к этим проводам которые идут аккумуляторы на то же самое платье там перепаялся втыкаешь и она прям шла напрямую на этот самый через эти два без без бмс друзья еще про датчики холла которых здесь нету в этой версии это как бы большой плюс потому что они тоже портится выходит устроить соответственно ошибка не помню какая 18 это 18 по моему и все это да надо колесо разбирать он едет здесь их просто тупо нету вот это конечно они молодцы что не стали их ты на этой версии ставить на самый первый просто нечего ломаться ну просто нечем 1 обмотка и все там больше ничего нету контроллер вот только может выйти из строя но тут на этой версии нету видите дополнительно 2 аккумулятора разъема для второго для внешнего аккумулятора его просто нету то есть только вот 5 ампер часов в трубе и все которые быстренько это выходит из строя там где и кто-нибудь чихнул соседней квартире и все и бмс к испортилась так получается да кстати еще не сказал здесь вот контактная сварка держится там 6 точек от вибрации же все трясется когда есть на смыкате от вибрации она была здесь вот где-то там отваливается поэтому если уж разобрали надо пи припаять как по точечке поставить на всякий случай чтобы будет вот эти еще резисторы контролирующие выходит тоже строя в общем полно всякой электроники которая ломается быстрее чем сам аккумулятора на той же самой круги допустим едешь в миска сгорела там или не работает а он все равно будет ехать пока ты в ноль его так сказать не посадишь поэтому как бы вот это вся вот эта защита мне кажется она ну это это все лишнее да она была бы хорошо когда у тебя сверхнадежная микроэлектроника как как в самолетах все тогда можно тут так наворотить напридумать что все работало получается мы эти инженеры на придумали китайские электронику нас хреновая и все ломается что друзья пока на этом у меня с этим самокатом все история еще не закончилась его еще надо починить но это видео уже все